Медиан Клеги Маур ТВ приветствует вас сегодня снова с актуальными новостями. Здравствуйте! Политолог Андрей О'Кара еще 26 декабря 2008 года в русской газете «Утро» предсказал один сценарий, который в наши дни заслуживает особого внимания. Стоял вопрос, чего стоит ожидать в случае, если президентом станет Обама, и что будет, если это будет Джо Маккейн. Это интервью было сохранено в 2008 году на сайте www.archiv.org, где всем стала доступна и известна эта информация. Слова Андрея О'Кара приводят в шок. Обама начнет Третью мировую с Крыма. То есть при новом президенте США Бараке Обама в Крыму должен быть развязан военный вооруженный конфликт. Свой прогноз политолог О'Кара обосновывает так. Это стало понятно, когда было объявлено о том, какие люди будут представлять команду Обамы. Это люди, чья профессиональная прописка – Уолл-стрит. Они занимаются технологиями управляемого хаоса. Крым – это как раз та точка возможного возгорания, в том числе глобального конфликта, которая, возможно, перерастет в мировую войну. Кажется, этот сценарий по меньшей мере в данном отрезке времени становится перед нашими глазами действительностью. Возможно ли, что следующая необнародованная главной СМИ новость имеет какую-то взаимосвязь с этим сценарием? Каким бы невероятным это ни звучало, компетентные исследования подтвердили истины следующего. По всему миру закрылись израильские посольства. В дипломатических кругах говорят о забастовке, что бы там ни подразумевалось под этим. Но что делает ситуацию особенно острой – это посещение федеральным канцлером Германии Ангелы Меркель государства Израиль в конце февраля 2014 года. Там Германия обязалась взять на себя ведение дипломатических дел в тех странах, в которых Израиль не имеет своего посольства. Спустя лишь неполных две недели, а точнее 4 и 5 марта 2014 года, Израиль закрыл все свои посольства по всему миру. Возникает вопрос – теперь Германия будет привлечена к ответственности за все дипломатические интересы Израиля по всему миру? Следующие отвечают – несомненно, Германия будет привлечена к ответственности. И теперь все равно, были ли посвящены Меркель и все руководство в это дело, или же они были с расчетом втянуты туда израильским правительством, результат остается тот же. Чтобы Бенемин Нетаньяху не планировал действовать так, немцам придется за это отвечать головой. И снова вопрос – почему в СМИ и словом не обмолвятся о таком чрезвычайно чреватом последствиями событий? Может, именно ввиду таких драматичных развитий народ отвлекают рассказами о преступлении колбасного завода или беспрерывно бомбардируют очень сомнительной антироссийской пропагандой? Рассказывайте об этом и содействуйте вашем окружении тому, чтобы все знали, о чем умалчивают главные СМИ. Возможно, от этого зависит судьба не только Европы, но и всего мира. Продолжение следует... Продолжение следует...